Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с диодами. Но не с простыми и не с золотыми, как бы хотелось сказать в рифму. А с вот такими ретро диодами, которые все еще встречаются в старой аппаратуре, но практически не применяются в новой. По внешнему виду и эти, и вот этот диод похожи. В руках у меня плата умножителя. Это обычный умножитель, в данном случае это удвоитель напряжения, выполненный на двух конденсаторах и на двух диодах. Что в них особенного? Мы все хорошо знаем, что диоды делают из Германии, либо из Кремния. Но вот эти диоды, это селеновые диоды. И их главным элементом является не только селен, а еще и фольга. Их маркировка 7GE32F, где буковка F как раз и обозначает фольгу. Чем они интересны? Дело в том, что вот такие селеновые диоды, еще их называли раньше селеновыми столбами, имеют свойства не просто выпрямлять, а еще и восстанавливаться. Ну давайте немножечко о свойствах вот именно этого селенового диода. Это плата от мегаметра, она в нем служила удвоителем напряжения с генератора. И селеновые диоды как раз хорошо выполняли свою функцию. Дело в том, что напряжения тут большие, чтобы измерять мегаомы, нужно очень высокое напряжение, хотя малые токи. Такие вот селеновые столбы с этим как раз очень хорошо справляются. Подводимое напряжение на такой диод может быть порядка 800 вольт. Видите, их кончики по-разному окрашены. То есть аноды и катоды здесь можно не перепутать. Хотя значок самого диода, вот он и есть нарисованный, но на всякий случай есть вот такая маркировка. Черная и рыжая. Выпрямленное напряжение с таких диодов порядка 300 вольт. Хотя кажется мало, но при этом ток 6 мА вполне достаточно для того, чтобы проверять. Конечно не такие сопротивления, это килоомники, а именно мегаомы. Если вы знаете, что банальным тестером проверить мегаомы практически невозможно. По-моему предел банального тестера бытового это 4 мегаомы, а может быть даже меньше. То же самое касается и вот этих диодов. Обычным тестером проверить их нельзя. Но это были селеновые диоды. Мы о них немножечко поговорили. А сейчас я хочу остановиться подробнее вот об этом. Похожим на селеновый диод. Но в данном случае вот этот вот большой керамический корпус. Это корпус кремниевого диода. КЦ109А. Здесь есть маркировочка. Этот кремниевый диод служит в умножителях. Также в телевизионной развертке он использовался. И основным его свойством является то, что он держит очень высокое напряжение. Обратное привоженное до 7 кВт ничего ему практически не сделает. Хотя когда пробьет, уже вот этот диод не восстановится. А вот эти селеновые диоды при рабочих напряжениях пробоя, они все-таки восстанавливаются. Через некоторое время фольговый селеновый диод будет снова исправен. Вот такое интересное свойство. Но, к сожалению, это интересное свойство я продемонстрировать пока так и не смог. Хотя хотел подготовить более интересный эксперимент. А побаловаться вот этим малоамперным, но высоковольтным диодом я все-таки могу. И показать вам небольшое, такое достаточно зрелищное явление. Дело в том, что с помощью вот такого высоковольтного диода вы можете дома соорудить запросто, как я люблю, электрофорную машинку. Ну и продемонстрирую я ее действие вот на таком нехитром устройстве. У меня есть высоковольтный диод, который держит до 7 кВт, 7 тысяч вольт. Пьезик от зажигалки, он всем хорошо знаком. И вот такой султанчик. Если вы помните, то такие султанчики частенько в школах и в лабораториях используются для того, чтобы продемонстрировать статическое электричество от электрофорной машины. А у меня на столе уже готовая электрофорная машина, которая содержит выпрямляющий диод, генератор и султанчик-индикатор. Сейчас я приподниму немножечко камеру, чтобы было видно хорошо всем. Отодвинем наш агрегат. Вот так вот будет достаточно удобно смотреть. Вот теперь, чтобы запустить нашу электрофорную машину, нам достаточно нажать на пьезоэлемент. Каждый щелчок через диод добавляет потенциал к нашей пальмочке вот этой. И она вон как распушилась. Давайте ее снова приведем в порядок, погладим. Вот так. А теперь снова начнем вырабатывать напряжение. Вот такая электрофорная машина. С помощью такой машины можно даже запустить колокольчик было высоковольтный. Но это делается немножечко сложнее, хотя с этим вы наверняка справитесь. Но если захотите, я сделаю это устройство буквально у вас на глазах. Но это будет потом. А на этом все. Пока. Надеюсь вам было интересно.